Любишь все яркое, креативное и уникальное? Интересуешься театром, дизайном и кино? Хочешь воплотить свои творческие идеи в реальность? Компания исполнения идей. Ваши идеи, наши воплощения. Необычный заказ сейчас выполняет команда Idea Implementation. Хотя, что значит необычный? Боюсь, что обычных заказов у них как раз не бывает. Посмотрим, над чем они работают. Чтобы с точностью воссоздать идею, представленную на эскизах, детали были выполнены способом лазерной резки. Сейчас ребята занимаются сборкой этих деталей. Остальные члены команды завершают предыдущий заказ. Это воздушные кольца в виде эмблемы Mercedes-Benz. Но вернемся к текущему заказу. Довольно часто со своими творческими идеями к ним обращаются гимнасты, акробаты. Но этот заказ действительно отличается от того, что им приходилось делать в этой области ранее. Конструкция, что вы сейчас видите, это не что иное, как эквилибрический станок. Неожиданно, правда? А делают они его для... хотя об этом чуть позже. Кроме необычной формы станка, перед командой встал вопрос транспортировки. Собрать, разобрать, перевести. Все должно быть предельно просто и легко. Особое внимание уделяется в прочности конструкции. Ведь это не просто украшение или предмет интерьера. На этом станке будет работать человек. А значит, он должен быть очень надежным. О, все под контролем. Сам генеральный директор проверил станок. Кажется, его все устраивает. Форма, фактура, свет. Все это предстояло найти и воплотить в реальность в команде в кратчайшие сроки. Кстати, надо сказать, что общий дизайн станка разработала дизайнер ID Implementation Дарья Тарасова. И, на мой взгляд, она нашла очень интересное, необычное и стильное решение. Они ждали от нас какого-то определенного эскиза. Конкретики, прозрачность в скрипке, чтобы там было больше воздуха. Дарья придумала не просто станок в виде скрипки. Она создала невероятно эмоциональный, одновременно простой и сложный образ. Михаил, технический директор. Проверяет акробатические трости. Такого микрофона. Довольно много времени было потрачено на поиски токаря, способного выточить данный храповой механизм. Ателье сварки АлюАр, с которым ID Implementation давно уже сотрудничает, помогла справиться с этой задачей. Думая не только о безопасности, но и удобстве работы, команда исполнения идей проверяет все нюансы. Высоту обеих тростей, расстояние между ними, легкость управления, надежность креплений. Пока полируются и обрабатываются детали, инженер-разработчик электронных систем Илья и менеджер Алексей, по совместительству помощник Ильи, ломают голову над подсветкой. В это же время Роман, друг и помощник команды, решают вопрос отделки. Учитывая предназначение станка и предстоящую нагрузку, решено использовать литой поликарбонат. Его толщина, гибкость и при этом невероятная прочность максимально отвечают требованиям. Пластик укладывается с помощью потока теплого воздуха, что позволяет придать ему правильную форму, одновременно крепится к каркасу станка. Это довольно сложная работа, требующая навыка. Очень важно не перегреть поликарбонат. Один неверный шаг, и придется все начинать сначала. Довольно сложно при полностью открытой конструкции провести систему подсветки, не нарушив замыслов художника. Особую сложность представляет крепление проводов и коммутационных коробок. Работы еще очень много, а времени не прибавляется. Настало время для прикрепления струн и подсветки к этой необычной скрипке. Всем уже не терпится увидеть, конечно, результат. Все ли будет так, как задумал художник. Можно его до конца туда не вставить. Все, подсоединили. Настало время проверить подсветку. Выключаем свет и... Здорово. Действительно здорово смотрится. Станок представляет собой лишь половину скрипки, но при этом не выглядит незавершенным. Рвущиеся на свободу струн и смычок, преграждающий им путь, создают очень яркий, я бы сказал, драматический образ. А этот скользящий по струнам и каркасу свет задает особую, таинственную атмосферу. Все готово, но похоже, что... Чего-то в нем не хватает. Чего вот понять не могу. Что ж, нет предела совершенству. Пришло время сдавать объект. Итак, мы оказались в спортивном зале, где проходят тренировки нашей гимнастки. Да-да, знакомьтесь, Елизавета. Впервые команда исполнения идеи выполняет заказ для столь юной гимнастки. Первичный монтаж команда всегда осуществляет сама, подробно объясняя заказчику все нюансы по сборке, установке и эксплуатации. Сейчас Лиза с любопыслом наблюдает за сборкой станка. Рядом находятся ее родители и тренеры. Этой девочке всего 13 лет, и впереди у нее трудный, но интересный путь. И вот, эквилибрический станок-скрипка готов. К сожалению, спортивный зал не позволяет увидеть его во всей красе. Но заказчики довольны работой команды IDM-поминтэ. Спасибо. Спасибо. Станок работает как от сети, так и автономно. А также станок может управляться дистанционно. Это небольшой бонус от команды. Не теряя времени, Елизавета приступает к тренировке. Впереди у нее сложный конкурс и первое выступление на этом станке. Что ж, пожелаем ей удачи. А команда исполнения идей возвращается в ЦХ. Их ждет уже новый заказ. С вами был Алишер. До новых идей и их воплощений. Следите за новостями.